Здорово, ребята! Apple объявила, что 34-я конференция разработчиков в простонародье WWDC пройдет 5 июня. И давайте в этом видео с вами разберем, что там могут нам показать, ведь это для нас такой некий Новый год. Перед началом видео прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, там самые быстро оперативные новости из мира Apple, ссылочка в описании. 5 июня Apple проведет WWDC, как я уже сказал, и пройдет оно в Apple парке, в этом красивом круглом здании. Ну и как же смотреть эту презентацию? На самом деле все очень просто. Либо это на YouTube, либо это на всех устройствах Apple, Apple TV, iPhone, iPad, MacBook. Даже, возможно, я надеюсь, нам замутят русские субтитры. Ну либо можно смотреть в Яндекс.Браузере, в прямом эфире, как говорится, Алиса может все это нам переводить. Ну и давайте, собственно, поговорим о том, что нам могут показать. Естественно, WWDC это, в первую очередь, конференция для разработчиков. Соответственно, нам там большой упор будет сделан, эта конференция как раз-таки про софт. Конечно же, нам покажут самую популярную операционную систему. Это iOS 17. Очень интересно, какой она может быть. Тем более, очень много всяких различных слухов касаемо альтернативных магазинов. Это, наверное, будет такой самый интересный и волнующий, особенно для нас, кто живет в России, да, со всеми этими ограничениями. Будет интересно посмотреть, как этот сторонний магазин будет реализован. Я уже даже не говорю про новые функции. Все-таки последний iOS 16 не так много нововведений. Может быть, и нововведений-то и много, но вы задайте себе вопрос. Пользуетесь ли вы вообще этими нововведениями? Вот лично я не особо пользуюсь. Какие-то базовые вещи, да, как бы есть, но все то, что нам показывают на конференциях, в основном как-то уходит так на второй план. iPadOS 17 будет точно такая же, как и iOS 17, ну, за исключением того, что вангую, что, может быть, нам покажут какой-то новый iPad Ultra там осенью. И iPadOS 17 может как-то раскрыться по-новому. А так, в принципе, iOS 17, iPadOS 17, это все будет то же самое. Посмотрите, что происходит сейчас. iOS 16.4 ничем практически не отличается от iPadOS 16.4. macOS 14, естественно, выйдет. И, вы знаете, самый главный такой для меня вопрос, как же она будет называться. Сейчас она называется macOS Ventura, практически как Ace Ventura. Да, это очень, наверное, избитая шутка, но, тем не менее, работает она классно, здорово на моем MacBook Air на M1. И даже не знаю, какие могут быть новые функции, но macOS очень сильно жду. WatchOS 10 очень интересный, может быть, судя по последним слухам от Марка Гурмана или Менчуку, будет новый дизайн. Очень интересно посмотреть, что там будет и как это будет реализовано. Я пользуюсь Apple Watch, сейчас я первое поколение. В принципе, все меня радует. Но хотелось бы какой-то свежести, каких-то, может быть, новых циферблатов. Потому что у меня были самые первые Series 0 и не сильно-таки далеко куда-то здесь все ушло. Поэтому вот что здесь и, да, пора уже, наверное, освежить как-то хотя бы внешний вид. Очень классная компания из Apple TV и HomePod. Естественно, нам тоже покажут новую TVOS 17 и какой-нибудь HomePod OS 17 с какими-нибудь, может быть, новыми плюшками, фишками. Ну, если честно, я даже не знаю уже, что можно воткнуть в Apple TV. А TVOS 16 не так много изменений. Да, там есть какие-то под капотом, какие-то штуки-дрюки. Но, если честно, наверное, такая моя главная претензия, главный вопрос. Надо, наверное, вам как-то переделать дизайн приложения TV+. Потому что все как-то очень непонятно. Какого-то понятного каталога я не вижу. В общем, TV+, надо, наверное, что-то с этим делать. А так, в принципе, приставочка работает хорошо. Даже с 17-го года это уже, получается, 6 лет на последний TVOS. Прямо замечательно. Ну, и также HomePod. Тут, в принципе, тоже говорить особо нечего. Скорее всего, будут какие-то там работы под капотом в плане умного дома. Может быть, что-то такое. Но глобально ничего тоже не должно поменяться. А вот что должно поменяться, так это одно. Это Siri. Пожалуйста, очень сильно ждем мы все, что Siri выйдет не то, что на новый уровень, а перепрыгнет этот уровень и выйдет на следующий уровень. Потому что то, что происходит сейчас, это, конечно, очень грустно. HomePod иногда меня так разочаровывает, что он не может включить следующую песню. С выходом iOS 16.5 Beta 1 у всех работает запись экрана с Siri. А на русском языке это не работает. Она делает скриншот. В общем, Siri нужно прокачивать с учетом того, что всякие эти чата GPT и вот это все. Siri нужно срочно внедрять. Иначе Apple, на мой взгляд, может реально потерять своего голосового ассистента, потому что все далеко уже, по-моему, убежали вперед. Алиса, наверное, один из лучших того примеров, потому что она может абсолютно все. Siri не может ничего. Соответственно, Алиса установлена у нас на Яндекс.Станции Мини. Она не такая дорогая, в отличие от HomePod. И, может быть, да, качество звука в Яндекс.Станции не такое крутое, как в HomePod. Но, по факту, умная колонка нужна, наверное, для того, чтобы как с ней общаться, взаимодействовать. А не то, что мы видим с вами в HomePod, в iPhone, в iPad. Поэтому Siri я очень жду, что как-то серьезно прокачаю. Помимо операционных систем, могут нам еще показать с вами какие-то продукты. Я, если честно, не верил в прошлый раз, что могут показать новый MacBook Air на M2. Но, тем не менее, это произошло. И этот год, может быть, и не исключением этой конференции, нам могут показать новый 15-дюймовый MacBook Air. Причем дизайн будет точно такой же, как и в текущем поколении. Просто сделают чуть больше диагональ экрана. Не знаю, зачем это нужно. На мой взгляд, и так замечательно. Но, вот, есть такая вот информация, что 15-дюймовый MacBook Air с точно таким же железом может Apple показать на VVDC вот уже летом. Mac Pro, вот этот вот замечательный, который последний сейчас у нас с вами на Intel, тоже могут обновить уже этим летом. Вот туда какой-нибудь M2 Ultra, Max Pro 10s, не знаю. В общем, Mac Pro это последний комп на Intel, и надо что-то с этим делать. Переводить его на Apple Silicon, чтобы как-то завершить, зациркулировать, закруглить эту цепочку, что у нас все компьютеры на своих собственных процессорах. Причем, мне кажется, дизайн даже останется точно таким же, собственно, что тут менять. Классные дизайн терки, обязательно будем тоже с трепетом все это ждать. Mac Studio тоже, в принципе, можно обновить, хотя M1 Max, M1 Ultra, самые такие классные передовые процессоры. Наверное, сейчас даже они чувствуют себя прекрасно, но выпустить Mac Mini, Mac Studio с M2 Ultra было бы тоже, наверное, неплохо. Хотя вот здесь я прямо не особо сильно верю, что это произойдет, потому что, опять же, повторюсь, M1 Ultra и даже сейчас очень классные. Ну и гвоздь программы, естественно, это, собственно, гарнитура AR, VR от Apple, которая, по слухам, будет стоить аж целых 3000 долларов. Не знаю, конечно, массовый этот продукт будет или нет, но, опять же, есть информация, что они будут работать по схеме, как работали самые первые Apple Watch. То есть, у вас, условно, будет головное устройство, например, не знаю, там, iPhone, и все будет обрабатываться на нем, и по Bluetooth, там, AirPlay, не знаю, это все будет передаваться вам в очки. Вот, собственно, или в гарнитуру, как это называется, не знаю. В общем, есть вот такая вот информация. В нем будет какой-то супер продвинутый 4K OLED-дисплей, вот эти вот маленькие дисплейчики, которые будут вам выводить всю информацию. Очень интересно, как это все будет работать. Я думаю, даже если нам ее не покажут, то в кодах новых операционных систем, там, macOS, iOS, iPadOS, мы с вами сто пудов что-то увидим. Всякие там умные чувачки, которые вот постоянно ковыряются в этих операционных системах, точно найдут что-нибудь, какую-нибудь информацию про эту гарнитуру, и уже, наверное, даже к сентябрю мы с вами об этом узнаем. Вот, собственно, и все, что можно сказать про VDC, да, операционная система это 100% железо под вопросом. Ну, я думаю, что, скорее всего, да, MacBook Air это обновят, нам покажут новый 15-дюймовый гарнитура. Ну, здесь чисто вот 50 на 50, не знаю, все-таки, хотя это конференция разработчиков, софт могут показать, но само устройство нет, может быть, даже будет как-то так. Обязательно подпишитесь на канал, если до сих пор не подписаны, ну и про телеграм-канал тоже не забывайте. Дальше больше, всем здоровья и пока!